Девушки отдыхают Девушки отдыхают Я вам как я говорил вот я и нашел нора лисы Короче уходим отсюда в бане Так Маринка напекла пирожков Вот они Сейчас проверим Съедобные эти пирожки или нет Так собаки Иди сюда Стойте 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 На держи На тебе малому Малой А малой забрал Съедобные пирожки Вкусные У меня просто осталось после обеда Держи С картошечкой Держи Ой какие вкусные Еще бы Съедобные пирожки Так друзья Двор уже Он у нас чистенький Теперь нужно будет Уже перепахать его Чтоб уже на весну На лето уже была готова У нас Здесь земля Потому что В этом году Мы пахали Весной А весной Как обычно Вы знаете Никто не пашет Поэтому Нужно это все вспахать Чтоб уже весной Была эта вся земля Готова К посадке В общем Во дворе Поубирались Красота Вообще Обалдеть Мне кажется Даже и весной Не надо будет здесь Листья гребсти Ну вот так Пройдемся немного В общем Вот эти деревья Я потом поубираю Сарай Нужно уже тоже Скоро убирать Потому что Он реально портит вид Ну понемногу Понемногу Уже все настраивается Привет друзья С вами канал Бродяга Режиссер У меня сегодня Выходной Блин грязный У меня сегодня Выходной Поэтому Давайте немного Покопаемся Короче Я поищем Ну такое Плана Я не знаю Монетки Какие-то Советского Образа Еще чего-то Мой хороший Знакомый Дал мне Металлоискатель 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 Называется XTERRA 505 Ну на время Попользоваться Как бы Особенность Этого металлоискателя Терра 505 А в простонародье Терка Ну если честно Мне по большому счету Как бы Ну он хорош Он считается Как полупрофессиональный Профессиональный Металлоискатель Но мне не сильно Понравилось Потому что Он везде Много ищет В общем Пробок Вот такого плана Фольга Сигнал вроде Хороший у него Идет То есть Сигнал цветного Металла В 35 30 идет Там До 40 Выкапываешь Это всего лишь Пробка С подбутылки Особенность Металлоискателя Я не буду вам Рассказывать И обзор на него Делать Просто так покажу Наглядно Ну собственно Вот он и есть Вот XTERRA 505 Кнопка Включения Потом Отстройка От грунта Ну грунт Настраивать Чтоб его На каждом То есть Каком-то выходе Вы должны Всегда настраивать На грунт Здесь программы На все металлы В общем Потом Дискриминация На медь Там Ну на цвет металл В общем Я не буду О нем рассказывать Но такого плана Сам металлоискатель XTERRA В общем Ручка удобная Здесь как бы По весу Ну тяжеловатый Я не пробовал Другие Но я пробовал Другие Ну Как бы рука Устает на меня Ну что Все Отправляемся Копать пробки И всякий мусор Ну и так же Ролик является Постановочным Не верьте мне Вообще не верьте Не верьте Бродяге Никогда И какая красота Вон там Даже и корова Мычит Вообще Красиво Погода Сегодня Класс Я думаю В этот раз Наверное Просто немного Покопаем И Видеоскопом Я просто Заканчиваю Это Будет Последнее Видеоскопом Ну Обычная Стрельная Гильзя Вот такая Вот Медная Трубка Кусок Металла А Сигналит Как Цветное Железо Ребята Смотрите Что я Выкопал Обалдеть Я Так Понимаю Вот Это Вот Это Канина Вот Это Называется Канина Смотрите На Вот Такой Глубине Тут В принципе Сантиметров Наверное 30 Вот Так Вот Где-то Звенело Хорошо Обалдеть Канина Все Есть У меня Красивая Какая Короче Пробки Пробки И одни Пробки Везде Пробки Сейчас Переместились На Другое Место Сейчас В озере Речки Пройдем Посмотрим Что здесь Есть Тоже Наверное Пробки Вот Друзья Это Ничего Не Подставное Смотрите А вот Что У нас Здесь А Здесь У нас Монетка Ой Наверное Плохая СССР Какого Года Короче Она Стертая Вообще Не Видно 1900 2 копейки 1972 Года Друзья Еще Монетка А где Я ее Потерял Уже А вот Смотрите Так СССР Что Мне Все Советы Тут Попадаются 1973 Года Такая Еще Одна Такая Же Друзья Смотрите Как я Ориентируюсь На Карте В общем Это Новая Карта Google Вот Видите И наложение Старой Карты Вот Уже Старая Карта Вот Дорога Была Новая Здесь Переместилась Ну то есть Старая Переместилась Дорога Вот так Такая Вот Вилка Надпись АЛС Как-то там Цена 20 копеек Там Там Дорога Дорога Закругляется Сейчас Пойдем Вот так Над Лесом Вот Смотрите Вы Какой Культурный Слой Посмотрите Какой Культурный Слой Здесь Это Это Триндец Везде Ветки Везде Он Бревна Корешки Вершки Вот Он Культурный Слой Это Которое Не Вошло В эфир Еще Нашел Вот Такие Вот Часы Ну Я не знаю Это Военные Наверное Или Не Военные Ну Тут Клима Никакого Нет Ну Я имею Самой Надписи Это Не Военные В общем Такие Часы Стрелка Уже Все Развалилась И Маленькая И Большая Ну Видно Что Вроде Часы Остановились На Трех Часах Вот Так Переверну Вот Такие Часики В общем Вот Такая Находка Ну И Напоследок Вот Столько Меди Тоже Нашел Металлопоиском Короче Тут Грамм 200 Где-то Так Грамм 200 Меди Мало Вообще Друзья Что Я хотел Собственно Сказать Вам О том Что Те Кто Ну Собирается Как Вести Как Хобби Металлопоиск И В Надежде То Что Брать В кредит Вот Эти металлоискатели И тому Подобное Лопаты Даже Эти Фискарсы Модные Все Но Я считаю Не стоит Залезать В кредит Либо В долги Вы Сначала Просто Попробуйте Ну Может У кого-то Знакомого Есть Попросите Хотя Хотя На Время В кредиты Залезать И Покупать Дорогостоящие Металлоискатели Я Считаю Это Не Стоит Этого Делать Весь Этот Поиск Забирает Очень Огромную Кучу Времени Реально Очень Много То есть Как Видели По Примерам Я копал Только Один Мусор Я Вам Еще Не Показал Сколько Я Пробок Выкопал Это Тысячи Пробок Этих Тысячи Мусора Какие Малейшие Медные Проволочки И тому Подобное В общем Затрачено Очень Много Времени У меня На Один Коп Где-то Выходило По 8 Часов Представьте 8 Часов Времени По 5 Часов И Толком Я Ничего Не Находил Поэтому Если Вам Нравятся Видеоролики О Копе Кто Занимается Копом Металлопоиском Если Вы Видите Даже Материалы То есть Это Просто Какой-то Идут Избранные Например Выкопали Монету Они Эту Монету Выкопали За Часа Наверное Четыре Не Так Все Просто Вы Взяли Металлоискатель И Вы То есть По Любому Что Найдете Нет Такого Не Бывает То есть Это Показано То Что Уже Какие То Которые Результат Выкопали За Определенное Количество Времени Может За Два Даже Что И Подставные То есть Какие-то Вещи Подбрасывают Даже Монету Где-то Купили А потом Берут В ямку И забросили И все Ну Это Отдельные Уже Как бы Случаи Есть Но Не все Так Просто Бывает То есть Если Вы Смотрите Даже Видео Других Блогеров Которые Занимаются Копом Это Не все Так Просто Это Нужно Потратить Очень Огромное Количество Времени Ну А Время Это Очень Ценный Ресурс Вам Его Никто Не Вернет Вот Иногда Думаешь О том Что Взял Лопату Металлоискатель Идешь Думаешь О том Что На час На два Просто Так Похожу Покопаюсь Но Вы знаете Час И два Это не Заканчивается Проходит Очень Много Времени Потому Что Входишь Во вкус Это все И Вы знаете Такой Как В кураж Входишь В адреналину Такой Начинаешь Именно Это все Искать Интересно Интересно Конечно Но Занимает Опять же Повторю Занимает Очень Много Времени А так Не можешь Остановиться Смотришь На часы Было Там Например Час Времени Смотришь Уже Там Шесть Часов Вечера Там Четыре Пять Часов Прошло И Как-то Незаметно Как Буквально Одна Минута Проходит Это Был Такой Именно Вывод От Бродяги По Поводу Металлопоиска Окопе Поэтому Все Вчера Тетя Гале Нужна Была Дверь Заварить На Погребе Вот Сейчас Приехал Вчера Тут Гнилась В Погребе Вот Оно Гнилье Все От Двери Она Прогнила А Скоро Морозы Короче Гаря Здесь Я Отрезал Отрезал Уголки Здесь Поприваривал Сейчас Тупо Листом Утокчик И все Приварю И уже Будет Дверь Сделана В общем Как-то Так Ну Пока Обучаюсь Сварке Вот Так Вот Друзья Друзья Субтитры создавал DimaTorzok